7 разномастные, игра ноу-лимит, кэш, 10 игроков, позиция баттон, блайнды 2-4. Вопрос, вы решили сыграть лимпом после двух лимпов перед вами? Маленький блайнд и большой блайнд тоже остались в игре, флоп не может не радовать. 4-5-6, дает вам нацелый стрит. Я даже положу для наглядности, у вас 7-8. 4-5-6, дают вам конфетку. Торговля тоже интересная, маленький блайнд нападает половиной банка, потом идет кол от большого блайнда, потом пас, потом рейс 40. Какой наилучший план розыгрыша? Кол, мини-рейс, рейс 150 или олл-ин? Здесь примерно разнозначно мини-рейс и кол. Я бы выбрал, наверное, кол, потому что достаточно агрессивны остальные игроки. И можно вполне дать им набрать банк самим. Хотя, честно говоря, сложно представить, на чем они ставят. Скорее всего, это либо выдавливает, либо какие-то стартовые пары хорошие. Угу. У тебя есть еще какие-то мнения? С Макса, пожалуйста, подождите секундочку. Я думаю, можно сыграть в этой ситуации кол, мы позиции, на тернии мы будем ходить последними. Думаю, флоп не опасный, нет флеш-дро. Думаю, можно сыграть кол и тем самым тянуть еще малого блайнда. Угу. Кол. Я бы тоже кол сделал. Тоже кол. А ваша? Я бы рейс. Так, а брейс. Мне кажется, здесь неудачный пример отложенного розыгрыша, потому что, скорее всего, оппоненты сделали лилимп. Здесь часто будет две пары, меньший стрейд. Меньший стрейд с 2-3 одномастными тоже маловероятно. Но, скорее всего, две пары или сад. Если мы сыграем кол, мы даем хорошие шансы ловить фулл-хаус оппонентам. Если не откроется фулл-хаус, тогда мы поставим первым, и оппонент максимум, что делает, это кол. И на ривере сложно будет еще раз добрать. Оппоненты будут часто обрасывать сад. Если сейчас мы поставим, например, рейс-150 или даже ол-ин, если у нас 200 долларов, 250. Не каждый оппонент на таком флопе сможет выбросить сет. Поставим у нас на две пары или сет четверок, пятерок. Чаще всего сетом пятерок и шестерок пойдет на стэк. Я считаю, что лучше ходить здесь ол-ин, не стоит здесь лов-плейд, потому что наш кол будет очень опасным для оппонентов. Никто не сможет поставить нам ни одну карту. Понятно, что мы здесь две пары выбросим. Мне нам поставят стрейд и будут очень опасаться. Давайте прочитаем. У меня есть в комментариях ко всем объяснениям. Прочитаем, что имел в виду составитель. Ответ. Очень похоже на чистый кол. Могут случиться две вещи и обе хорошие. Во-первых, война рейзов может продолжиться, и вы увидите еще рейс, скажем, от большого бланда, словившего две пары. А во-вторых, вы формируете своим колом такой размер банка, что платить становится выгодно очень многим рукам. На Терни банк будет 150-200, поскольку количество карт, сильно портящих ситуацию, немного, то здесь можно сыграть отложенный рейс. Во-первых, идея составителя тоже понятна, потому что наш кол дает хорошие шансы банка даже таким рукам, как ТУС-6 и так далее, которые могли, или пару восьмерок, которые заходили, изначально начинали ставить. Но я склонен больше согласиться с Максом, потому что то, что он не опасный, это, на мой взгляд, иллюзия. Смотрите, во-первых, всевозможные сыты две пары, которые и на рейс не выбросят тоже, но они могут, то есть нас пугает любой повтор. Кроме того, посмотрите, сколько может лежать всевозможных подделок. Откроется там семерка или восьмерка, нам будет не очень хорошо. То есть, ну, тут откроется семерка, и мы уже утратим... Если мы сейчас выбьем там руку совсем, то семерка нас как бы не пугает. То есть мы с большим рейсом оставим только сытов или каких-нибудь там двух пар, и семерку не будем бояться. А тут может нам ответить какая-нибудь рука там восемь-шесть, там, например. Вот у него есть пара из тридер. Он после нашего кола по шансам легко заходит на этот рейс. Там точно так же может быть рука шесть-семь, пять-семь, то есть пять-восемь. То есть огромное множество рук, с которыми мы потом будем делить. Я уже не говорю о том, что какие-нибудь восемь-девять могут сдуру зайти по шансам банка уже. Которые сначала заколировали первый ход от маленького бланда, а теперь три кола. Ну, подумают, если купят, всех ограбят. Я думаю, важно, что это ставки небольшие, 2-4 доллара. Здесь оппоненты не смогут выбросить сет четверок, или даже такие карты, как шесть-семь. Они просто посмотрят на свою карту. Думаю, довольно сильная стрейт-дро и пара, и сет. Сложно им будет выбросить, чаще всего пойдут на стек. Лучше всего взять сразу стек, чем играть в слоу-плей, еще торм. Да, пусть мы проиграем даже в каких-нибудь 20-30% случаев, но будет обидно проигрывать, когда мы могли, во-первых, забрать уже сейчас, во-вторых, выиграть стек не у того оппонента, потому что переставляет нас кто-то с реальной силой руки, типа сета. Ну, потому что смотрите, какой розыгрыш идет. Маленький блайнд идет, большой блайнд калирует, и там еще какой-то рейс. Ну, поэтому я бы тоже переставил бы какой-нибудь, типа, рейс 40, рейс 150, может быть, плоский рейс какой-нибудь 100, чтобы они шли. И, опять же, конечно, важно знать, какие стеки. Если стеки, например, там по 500-600, то надо ставить 150, чтобы потом добирать там стеком. А если стеки там 200, например, то и можно поставить 100 или там 120, чтобы он потом уже по шансам заплатит на любое. Вот. Это вот, ну, примерно я так думаю. Ну что, собираем. Ну, и еще одно маленькое, вот именно к этому примеру, не убирая его далеко. Такие типы розыгрыша, как слоу-плей или как какой-нибудь отложенный розыгрыш, они редко подходят вообще к такой руке, как стрит. Для того, чтобы играть такую замедленную игру, нужно комбинацию лучше стрита. Ну, хотя бы начиная с флеша. Потому что откроется просто какая-нибудь пустая карта, например, там валет червей, а у человека этот тус-6, с которым он начал, был тус-6 червей. И он уже, его терн привяжет еще и по дополнительной комбинации, такой как флеш. То есть вам надо опасаться не только повторов, но и выпадения любой из вот этих карт. И там вы уже будете в ужасе выгонять. И часто ответит вам только тот, кто имеет этот флеш-дром. Поэтому пусть он лучше сейчас отвечает, пока у него нет. Или пусть лучше выбрасывает. Мы как раз разбирали раздачу дилейт-рейза 105 одномастный, когда нам раздали флеш с лопа. Тогда это отличный пример отложенного рейза. А в этой ситуации нам лучше так не играть. Да, наверное, так. Потому что срит слишком слабая комбинация. Она очень часто или бывает бита, или подделывается под ничью. Следующая раздача у нас 9-8. Девятка червовая, восьмерка трифовая. Четыре игрока, ноу-лимит. Мы на позиции большого блайнда. Знакомых нет. Мы новички за столом. Блайнда доллар-два. Вопрос. До флопа Баттон поставил рейс четыре. Маленький блайнд спасал, вы заплатили. На флопе приходит дама валет 10. Все разномастные. Вы после некого раздумия решаете напасть сами. И ставите шесть. При банке восемь. Баттон тоже думает некоторое время и делает минимальный рейс. Ставя 12. Как играть дальше? Виталий, есть какие-нибудь мнения? Как бы вы сыграли? Ну, все ведет к тому, что тускороль на руке у Баттона, судя по достаточно агрессивному рейсу. Ну, для данного банка агрессивного рейса, для данных блайндов. Нет, нет, точно нет. То есть, есть основания полагать, что там, конечно, строит старше, чем у меня. Но я бы, чисто исходя из относительной абсолютно стоимости этого банка, я бы, наверное, взял колл, посмотрел, что будет дальше. Хотя, судя по всему, здесь, конечно, здесь просится еще небольшой рейс. Я в этой ситуации сыграл бы на стэк, наверное, смотря какие стэки у оппонентов, если там по 200 долларов, по 300, думаю, сыграл бы на стэк у оппонента может быть и три десятки, три вольта, три дамы, а также может быть и туз дама, король и тузы, которые мы бьем. И нас бьет только одна рука, это туз король. Я считаю, что нужно сделать рейс в 24 раза. Тем самым, не давая дополнительных шансов оппоненту, и он может также сыграть же л-лином, сыграем с ним на стэк. Я согласен, когда у нас стэк 200-300 долларов, мы обязаны играть на стэк. Я бы сделал рейс где-то 33 доллара, и еще на повышение оппонента поставил бы all-in, потому что он рейсил батон, довольно поздняя позиция, у нас очень сильная карта, я бы здесь ее не выбросил. Если она уже стэк 400 долларов и выше, мы можем более безопасно разыгрывать, это дать небольшой рейс, и если оппонент еще делает рейс, мы можем сыграть только колы и уже смотреть реакцию на терни. А если стэк довольно небольшой, мы обязаны играть на стэк. Ну, прочитаем, прежде чем комментировать дальше. Последнее мнение, это мнение самого составителя. Он говорит, средний рейс почти наверняка вытолкнет те руки, которые вы не хотите выталкивать. Вы напали на рейзера, он вас переставил. Если вы обернете ему еще раз, мало или много, вы фактически вслух ему скажете, у меня стрит. Так что спокойно калируйте и более того, играйте чек на терни. Если у него есть хоть что-нибудь, он нападет сам, причем с высокой вероятностью кола на ваш последующий рейс. А если он прочекает на терни, у вас в запасе остается нападение на ривере. Не выдавайте силу вашей руки слишком рано. Вот это то, с чем я вообще категорически не согласен. Вот если приходит стрит, вообще я повторяю, что стрит достаточно слабая комбинация. Разыгрывать ее на флопе, если ты сразу же получил стрит, следует как можно быстро. И в этом случае даже я буду говорить также о больших стритах. Как тут король, ничего там не надо скрывать. Вы просто вслух можете заявить, у меня стрит, и ставить как можно больше. Если это нацовый стрит, стремитесь к колыну уже на флопе. Потому что на терни вам могут прийти какие-нибудь флеш-дро, повторы, любые комбинации, которые вас напугают. А если у вас маленький стрит, второй по силе, или как сейчас третий, самый маленький, то вы просто в беде. То есть, что может быть у этого рейзера, который делал такой небольшой сначала рейс перед флопом, 4 при бланде, 1-2, А потом в ответ на вашу ставку плоско развернул вас в два раза. Он хочет бесплатную карту получить на тернии. Он хочет, чтобы на тернии сказали чек. При этом, я полагаю, у него могут быть там, ну, тузы, короли, дамы там само собой. Ну, еще более вероятно, мне кажется, какая-нибудь дама вот такая, как дама-король, там, туз-валет, туз-10. У него есть какой-то запас на нацовый стрит. Вот. И вы даете ему какое-то огромное количество аутов. Вы теперь не сможете дальше играть, должны будете выкинуть. Если придет туз, король, девятка, повтор. То есть, вас спугает любая карта от туза до девятки. Это пол-колоды. И вы, имея какую-то комбинацию, готовы дать возможность открыться карте, где вас просто выгонят блефом. Вот. Поэтому 33 даже, может, еще и мало. То есть, поставил. Он 12, там, 48, там, ну, что-нибудь такое. Да, мы, наверное, не стоит бояться старшего стрита. Если уже попали, так и быть, проиграем стек. Ну, редко оппонент выбросит сет или король дамы, или тузы короли. И поэтому мы обязаны играть на стейк. Если уже попали, то просто не повезло. Потому что у него довольно широкий диапазон на лына. И как мы попадаем в стрейт, так само он попадает сетом в наш стрейт. Да, но дело в том, что... Я бы согласен, что если у нас там стейки по 200, я готов уже стремиться к лыну сейчас. Но если, например, у нас глубокие стейки, там, ну, скажем... Я вообще люблю играть глубоким стейком, там, например, тысячу. Вот. То я не хочу ставить весь стейк. То есть я хочу сделать такой рейс, чтобы на какой-нибудь большой ререйс можно было и выкинуть. Вот. То есть я хочу сейчас понять. Но на самом деле, Саша в чем прав? Что если положить все возможные руки, которые нам могут противостоять, их достаточно большой диапазон. Туз-король – это 16 возможных комбинаций. Туз-дама – это 12. Туз-валет – еще 12. Туз-10 – еще 12. Король-дама – еще... Сколько там получается? А нет, одна карта занята – тоже 12. Вот. То есть две дамы – три. Два валета – три. Две десятки – три. То есть количество... Вот если взять всю корзинку возможных вариантов рук, туз-король составляет там едва ли, может быть, 10 процентов из тех рук, которые у него могут быть. Поэтому этими... Ну, не совсем пренебречь, не скинуть этих со счетов, но просто считать, что туз-король маловероятный, поэтому мы играем против других рук, которые мы бьем. Король-девять маловероятный вообще. Потому что на король-девять он не реализует... Если бы у него был туз-король, то он бы сам в атаку более сильнее пошел. Так, посмотри, мы же первые ходили, нас осталось всего двое. То есть мы поставили на флопе, а он нас переставил в два раза. На шесть он поставил в двенадцать. Ну, что он имел в виду? Я думаю, что скорее этот рейс делает руки прикупные. И все, что ли? Еще есть какие-то мнения по поводу этой задачки? То есть, и опять же нам для разбора отложенного рейса поставили такую руку, как стрит, которая не является сильной рукой. То есть мне кажется, что сет при каком-нибудь таком рыхлом, разрозненном флопе является гораздо более сильной рукой, потому что совсем мало комбинаций, которые нас могут побить. Думаю, еще хороший ход – это чек-кол на флопе и чек-рейс на торне с сетом. В большинстве случаев на малых блайндах мы так забираем стеку оверпар, играем чек-кол на торне, чек-рейс. Тем самым мы показываем, что у нас сет, но редко оппоненты выбрасывают тузык, короли. Мы просто не могут поверить. Тем более, если мы не показываем свою карту на вскрытие, он хочет узнать, что же у нас было. Играет просто на стек, делая ошибку. Ну, вот тут я бы рекомендовал, может, как-нибудь попробовать чередовать там, может быть, с вероятностью 50% чек-рейс на торне и отложенный рейс на торне. То есть зачастую отложенный рейс на торне даст вам возможность сделать тот же самый чек-рейс, только на гораздо большую ставку. То есть в зависимости от стеков ты делаешь отложенный рейс вместо чек-рейса уже на торне, и получается денег столько же, как если бы ты сыграл чек-рейс на флопе и чек-рейс на торне. Как правило, это не проходит, Если ты сыграл чек-рейс на флопе и потом чекнул, то тебе уже скажут из опасения чек. Чем-то ты заинтриговал. Ну что, хочется играть. Это, кстати, вам стек, который остался у наследства от Кати. Если хотите, можете его увеличить. Баттон у нас где? Ну, давайте выйдем здесь. Я страдал. Страдал, да? Мне понравился страдал. Для тех, кто не знает, можем сказать, что страдал – это ставка в тёмную в два раза больше большого блайнда. Страдал кол. И за ним последнее слово, да? Да, там последнее слово. Всякий, кто колирует страдал, должен сознавать опасность, что страдал имеет возможность повысить. Ну что? Пас. Пас. Пас, пас. Пас. Видите, мы их запугали возможностью того, что страдал вдруг повысит. Так, пятьдесят пять. Тридцать пять. А мы давно проходили чек-рест, не помните? Недавно. Тогда я пас. У меня было чистое число. В предыдущем занятии. Видите, оба ставят ни на чём. Да, да, да. Ну, там хоть дама, там есть некоторые возможности. Просто друг к другу. И какие-то опасности на столе оставляют слишком мало рук, которые могут остаться. То есть я должен играть после того, как я заколирую на весь тег. Вот. Король у меня не так вероятен. Он не мог играть рейс с хорошим королём после страдла. Да? А десятку должен выбрасывать, даже если есть. Мне так же понравилось, что, видите, у меня любая карта. Я же поставил страдлу тёмную. Да. У меня, может быть, два-три. Мне сложно играть. Вы просто на любой карте так же поставили. Чему-либо сказали ещё чек. Да, я бы повысил хорошую карту. Да. Предлагаю выпить кофе и продолжить наши экзерцисы. КОНЕЦ ЕГИПЕТ ЕГИПЕТ Шарм-Эль-Шейф С 13 по 20 сентября Red Sea Cup 2009 Покер-клаб менеджмент и телеканал ProPoker представляют Выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009 Условия участия на сайте tvpropoker.com Ну что, мы вернулись с перерыва. Баттон у нас переезжает к Саше. А что вы спросили, сколько может быть страдла? На самом деле это правило устанавливает клуб. Никогда не бывает, во всяком случае, я не встречал, чтобы дальше баттона продолжалось. Но в некоторых клубах до баттона. То есть страдл, ристрадл и так далее. Как-то я помню, мне довелось играть в такую игру. Это была правда Амаха. Мы тут один урок посвятим этой замечательной русской народной забаве под названием Амаха холдом. Вот. И мы играли в пять обязательных блайндов. Четыре картера. То есть здесь и 20, 40, 80, 160. И мне нужно было ехать в Питер на машине. И два моих попутчика ждали меня. Ну мы на 12 ночи наметили выезд. Вот. А закончил я играть в шесть. Мы так древали в баре. Ну а что, я проигрывал что-то порядка трех тысяч. А там, ну, в каждой сдаче можно отыграться и поехать. Я хотел ехать с хорошим настроением. Вот. И вместо этого поехал с плохим все равно. А, то есть каждый следующий страдал, он повышает еще в два раза, да? Да. То есть, чтобы участвовать в игре, надо заплатить 160 долларов. Таким образом, если все пять человек участвуют, это уже 800. И первая ставка обязательно банк. Круто. В этой, кстати, в этой же поездке, там был такой удивительный случай. Мы ехали, я, мой коллега Кис Бенди Гасло, он этот австралийский директор турнира Москопен. И мой младший сын. И случилась такая ситуация на дороге. Когда я пошел на объезд там какого-то грузовика стоящего. А когда стало видно, что там за ним, за ним стояло еще там таких штук десять. И они выгрыжали асфальт. И некуда было деваться от встречного. Вот. И я как бы втиснулся между двумя кучами асфальта. Причем почти вплотную на скорости 170 километров. От этих рабочих я увидел стоящие сапоги и висящие в воздухе лопату. То есть они как в американских фильмах туда нырнули. А Бенди Гасло по-английски сказал, Яша, может ты сядешь за руль, потому что папа пошел улын до флопа. Вот эта ситуация в сравнении с улыном до флопа мне очень понравилась. То есть я вполне контролировал ситуацию. Все хорошо. Ну что, поехали. Я страдал не ставлю, чтобы наша игра не стала слишком азартной. Это я так для примера вам показал. Пас. Кол 10. Пас. 10. 55. Рейс 55. Рейс 110. Общая ставка 120. Маленького бланда совместными усилиями вытолкнули. 120 ку. Так, пошла большая пьянка. Король 10-4. Первый ход Максима. Бэрс 100. Ко 100. Чай. Вот стол. Еще стол. Пас. И восьмерки. Откройте. Ничего. Туз валет. Ну я ждал. Ничего не шло. Так. Ну, на самом деле, может, неплохой розыгрыш. Позиции. Восьмерки. Наверное, нацикупился. Ну это, это опять, второй раз везет с Ривера. Так бы в жизни везло. Макс, я считаю, поступил правильно, а я нет. Ну, просто некоторые соображения, подчеркнутые из книжки Харрингтона. Если вы в позиции, и если у вас хорошее дро, а у вас дро как раз было к нацу, то есть прикупная комбинация, вот. Вы переставляли и ставили на флопе ставку продолжения. Ну, как бы все правильно. Ну, во-первых, по вашей ставке 100, например, ну, мне казалось, что у вас нет реальных ценностей ни короля, ни десятки. Какой-то дро. Потому что вы ставите ставку меньше в четверти банка. То есть в банке уже было 450 на терне. Вы поставили 100. А на разворот с его стороны вы должны уже выкинуть, потому что если он вам поставит all-in, например, ну, у него не так много, там, ну, фишек 800 там есть. Вы должны уже выкинуть, потому что вам не по шансам банка коллировать. И вы тем самым можете похоронить свою дро, вот, так и не дождавшись этой дамы. Это да. То есть если вы хотите его вытолкнуть, ну, и считаете, что это что-то реально, то уже поставьте какую-то ставку там 400. Ну, я действовал, честно говоря, не знаю, правильно, нет, я действовал между двумя этими тактиками. Между выталкиванием и ожиданием стрепя. Тогда лучше не рисковать своими вот этими шансами на прикупную комбинацию, на дро, а просто сказать чек. Вот это еще очень важная составляющая. Хочется побыть в игре, потому что очень часто приходят плохие карты, и просто хочется побыть в игре. Тем более дуэль с Максом, это просто эмоциональная составляющая. Это тоже понятно. Я просто хотел по ходу рассказать вот это соображение Харрингтона. Баттон переезжает к Володе. Ты же отдашь Баттон? Ну, конечно, эмоции в другой игре не должны учитывать. Если у вас есть какой-то друг, то нужно ввести, понятно, что необязательно пассивный розыгрыш. Но желательно так поступить, чтобы не потерять эту возможность. Пас. Пас. Чек. Это будет банк. Кто первый, Макс? 25. Коу 25. Опять Макс. 75. 75. Я пас. Так, так, так. Чек. Коу? Девяточка. О-о-о. Это нац. Это лучшая, возможно, рука. Король 10. Ну, вот, Володя, и на вашу улицу праздник забрел. Да ладно. Не, ну, я имею в виду даже не столько денег, сколько вы увидели победную комбинацию. Ну, покажу, что я околировал на младшем совпадении. Хотел купить вторую пару. То есть, или повтор шестерки. Те руки, наверное, неинтересно, до флопа они выбросили. Макс, а не слишком ли ты много на младшем паре 100? Ну, я видел, что у них нет карт. Что-что? У них не было карт. Я видел, что у меня лучшая карта. Еще на флопе, на терни, ну, там, даму, непонятно за слой или нет. И еще послал 75 там кол. А на ривере я уже думал, там, дрожь, вот, играл чек-кол. Думал, может быть, блефовать более 100. Можно ли это назвать бэдбитом, да? Не знаю. Не, ну, какой бэдбит? Он же проиграл бы точно так же и валету. Да. И там, не знаю, ну, там еще два стрита лежало там. С десяткой много, ну, с десяткой, с восьмёркой, с десяткой, с королём. Там могло быть, там, не знаю, 10 валет, 10-9 он бы мог точно так же проиграть. У нас девятка, но у нас были старшим китером. Ну, по шансам банка, там, он должен был коллировать, что ему отвечают, три к одному залу. У него вторая по старшинству пара. У вас большой блайн теперь. Без Кати рисунок игры изменился. Конечно, серьезная мужская игра. Пошло. Сашевык выбросил, да? Тоже, пас. Раз. Кого? Раз сколько? 35 общая старка. 35 общая? Угу. 25 надо добавить. Угу. Три игрока. Ты первый? Я первый, я чек. Бэтт отцепит. И сверху 100, да? Угу. 200. Угу. 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 Четыре. Угу. Четыре. Знаете, что у меня было? Нет? Флэш с флопа. Да? Да. Для маленьких битей. 2,9. 2,9. Ну. Неплохой. Ну. 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 Смотри, вы выкинули. Это две пары. Я две пары. Не, на самом деле, я вам хочу сказать, что... Не, ну это круто. Любая карта... Я боялся флэши. Не, когда вы переставили, я понял, что у вас не флэш, а десятка. Десятка из хорошего кита. Что написано на мне, что ли? Десятка не может быть пиковой. Поэтому при выходе следующей пики у меня есть шансы на блеф. А может быть, я слоу делал? Нет. Ну, может быть, у вас десятка с королем пиковым, например. Тогда мой блеф неудачный. Но все равно я считаю, что если у меня есть хотя бы 50 процентов, мне выгодно ставить. Что банк отвечает мне практически двойным. Понятно? То есть, если у меня один из трех таких... Честно говоря, не очень. Вот лучше еще раз. Про двойной блеф. Ну, смотрите. У нас банк после вашего рейза. Во-первых, вы своим рейзом заявили реальные ценности. Реальные ценности могут быть либо пика, готовый флэш, что не очень вероятно. Либо там какая-нибудь десятка с хорошим кикером или две пары. У меня лучше было калировать сразу, вот так, извините, перебью. Нет, почему? Вы на хорошо сыграли, нормально. То есть, нормальные люди выкинут. Я там просто, чтобы иметь возможность комментировать дальше калировать. С вами другую тактику. Вы мало реализуете. Вы маленький рейс поставили. 100, 200. Вот в этой ситуации мне надо было доставлять 100. В банке, ну, то есть, 300 я уберу своих. Вот в этой ситуации мне надо было доставлять 100. Но мне банка встречает 5,5 к 1. Ну, то есть, если я хочу еще купить десятку, хочу купить девятку, хочу купить тридцать. Я считаю, что у вас нету. Ну, конечно, если бы я поставил 100, поставили бы там 300, 400, я бы выбросил. А плоский рейс такой, как вы... Ну, это моя ошибка, потому что это, опять же, наследие онлайн-покера, когда просто жмешь дабл рейс и ререйс. Вы точно так же можете сыграть там, не знаю, на какой-нибудь туз пик двойка червей там. Ну, просто ваша ставка похожа на то, что вы хотите дешевле купить следующую карту. А после этого, смотри, что получается. В банке 650. Я ставлю 300. А, нет, вы поставили еще 100, я поставил 4. Или как там было? Я поставил 200, вы поставили, по-моему... Нет, это было на флоте. На терне я поставил первые 4, и все равно выкинул, правильно? Да, правильно. Вот если вы хоть в 50% случаев выкинете, я получу... Ну, и так я сделаю, ну, не знаю, 10 раз, и 5 раз проиграю по 400, и 5 раз выиграю по 650. Выгодный же блеф. Да блеф ли это был? Ну, конечно, блеф, когда лежат 4 пики. Если вы играете чек, вы уже сдаетесь 10-9. Если я сыграл чек, то я уже проиграл. То есть ты просто ставишь, и я выкину все. Можно было калировать, но вы, опять же, не калировали. Нет, я просто... Можно считать, что я выкинул, потому что у меня нет никаких альтернатив. Я либо напал и забрал блефом, при этом мне не обязательно, чтобы была десятка, мне достаточно 9-4 иметь. То есть, когда я блефую, не важно, какая у меня карта. А если я не блефую, то мне не на чем скрываться. То есть, если вы дадите, на чем я хочу, что я хочу. Вот я заплачу, увижу валета. Или еще одну пику, или там, ну не знаю, что мне делать. То есть, поэтому у меня никаких колов здесь быть не может. Я либо блефанул и забрал, либо сдался. А не было ли блефа вообще вся моя игра с одной десяткой такой руки? Ну, блеф – это... Когда вообще ничего нет. Ну, хорошо, как бы, да, не совсем точное определение, но не было ли слишком азартно такая игра, когда у меня одна десятка при фактически готовом флаше? Ну, дело в том, что если практика показывает же, что вы были старше и должны были выиграть, просто у вас был слишком маленький рейс, чтобы забрать сразу, а открылась пугающая для вас карта, чем я немедленно воспользовался. Да, здорово. Я же заколировал, то я сзади был, но у меня что-то спасало. Девятка у меня была бы честная победа. Вот представьте, что я по-сквански играю как бы против открытых. Девятку куплю, я честного играю. Там что-нибудь на стрит куплю, еще будут какие-то шансы, а куплю пику просто блефанул. Интересно, раздача получилась из-за чего фактически. Из-за чего, да. И так почти все раздачи в покере, они что-нибудь в себе такое таят, что-нибудь необычненькое. А психологический момент не был здесь на мою пользу, что такое резкое удваивание? Это фокус не для вас, конечно, а вообще. Вряд ли. Мне кажется, это вряд ли. И не очень понял вопрос. Ну вот, как резкое удваивание. Ты резко вот так ответил. Не думая вообще ничего, да. Все, удвоит рейс. Нет, 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 удвоит рейс. Ни в коем случае не энергично, а вот именно просто удваивание рейса. Это имеет какое-то значение вообще, в принципе? Ну это сильно зависит от карты, потому что я же все равно как-то кладу вам какую-то руку. Вы сами первые напали. Напали очень мало. Макс заколировал. Я подумал, что моя десятка может быть старше карты, поэтому я резанул. У вас могло быть там вторая по совершенству карты и плюс там пиковый овер какой-то. Но когда вы меня переставили, я понял, что именно десятка, а раз десятка, значит, без пить. Что там происходит? Володь, вошло. Я пас. Рейс на 50, да? 55. 55 в общей сложности. То есть пистачок уже стоит в виде блайнда. У меня? Ну да. Должен пока. Рейс на 50. Три игрока. Виталий, ваше слово. Ставка 75. Пас. Коу. Теперь опять ввод вошло. Час. 120. Ставка 120. Коу. Коу. Часто 20. Часто 20. Часто 20. Догадывайся, что у тебя. Туз. Две пары. Туз, то есть. И я тоже кол. У меня стрит. Внезапно так чук. Первое двое. Уже на флот, на терне я пожалел. У меня получилась такая конструкция, чисто для теории. Говорю, да был голебастер, мне говорится, пятерка и девятка. Ну и то я бы, наверное, было бы неправильно, если я платил. Мафия-покер. Две пары выиграли. Вот можно маленький вопрос вам, Володь? Да. Я боялся восьмерки. То, что у него тоже две пары, и у него может быть туз восьмерка. Ну вы на терне могли их бояться, а на флопе у вас было старше две пары. Вы могли бояться только четверки. То есть там было туз 6-4. У вас уже было две пары, и вы давали ему такой фриролл, покупать либо девятку, либо катящуюся пару. Открылась бы 8-8, например. То есть мне нужно было на терне большую ставку. Почему на терне? На терне вы уже могли бояться восьмерки, хотя не было основания. Он делал рейс, у него... То есть прям флопа идти в атаку. Ну как вот, именно сыграли чек-рейс. Ну и чек. Он ставит какую-то ставку. Сколько он ставил? 120, да? 360. Понял. Ну, тоже как бы... Ну, на мой взгляд, так правильно, потому что... Ну, я очень часто, ну не знаю, как это вот, когда играешь, у меня там есть некая боязнь полезть. То есть я бывает даже понимаю, что может и надо лезть, но нет вот такой агрессии. Может там из-за того, что опыт маленький, может еще с чем-то это связано. Нет, но сейчас хотел именно обратить внимание, что мы не разбираемся там в тайнах вашей души, а как бы разбираем искусство покера. Я понял. Искусство покера заключается в том, что когда у тебя есть карта старше, то ты повышаешь и выигрываешь. Либо ты увеличиваешь банк, либо заставляешь оппонента скинуться. И либо, по крайней мере, если ты проиграешь, ты заставлял оппонента платить за эту карту. Не, я понимал, что мы заходим, ну, на префлопе, скорее всего, там, и у меня, ну, как бы, у меня-то понятно было. У тебя слава была на префлопе, но на флопе неожиданно ты получил руку сильнее, чем была. То есть ты всегда был сзади. Туз-6 хуже, чем туз-9. Это редкий случай, когда доминировал. То есть ты одной шестеркой играл против его туза с девяткой. Туз вам был на столе не нужен. Ты выиграл шестеркой. Так вот, как только ты ее увидел, с тузом или без туза, надо сразу атаковать, чтобы ему не дать ничего. Ты в данном случае, поскольку открылся туз, а у него с большой вероятностью туз, ты пропустил к нему, потому что если у него было бы два короля, например, ты бы ставкой на тузе мог просто его спугнуть. Он бы выкинул. Ну, либо не выкинул там. А так ты его пропустил, но после этого слава плей должен закончиться. Потому что ты бесплатных карт на такой слабый комбинат. Мы говорили, что на стрите нельзя давать бесплатных карт. А тем более на двух таких слабых парах, как шестерки. То есть ты мог легко эту сдачу проиграть. А она была твоя. Вот большой блайнд. Кредит, по честному слову, возвращался. Кстати, согласен, Макс, ты согласен с тем, что я говорю ему про двух парах? Да, я понял. Да, да я сам уже сейчас это понимаю. Я бы там вообще часто с туз король, туз дамой пошел бы на стек на флопе, потому что там мало карт, которые меня будут бить. Я даже туз 6 не думал, что он при флоп может войти или импрессить. Ну, сет, ну пусть будет сет, насколько я тузову бью так же. Ну да. Ты можешь весь стек проиграть. Конечно. Для того, чтобы он бы еще не выкинул. Ну, туз 9 может быть выкинул, а туз король, туз дамой бы не выкинул. Это я согласен. 35 рейс. Приклеились. Я могу же удовольствовать, да? Конечно. 70. Макс, ты сбросил? Да. Дам 50 взлечь. Я чек. Кул. Чек. Кул. Чек. 100. 100. 500 или 600? Всего 600? Вы просто уже поставили. У меня блеф. У меня пара. Издалека вы начали. А можете хоть чем-то мотивировать свои действия? Вообще ничем. Мотивация ноль. Не, ну это сбрасывать надо. Я не зашел. Нет, ну во-первых, этот мусор надо сбрасывать и не переставлять, но объективно я вам могу сказать. Вот на флопе, например, я могу, давайте сейчас включим наш калькулятор Покер Студио и проверим, где они. Раздача нигде просто. Нет, просто смотрите, мы проверим, например, дама 10 пик. Да? О нет, извините. Интересно. Нет, ну ты знаешь, это не сильно плохая карта для игры. Одномастная дама. Это очень плохая карта для игры. Нет. Ну не сильно плохая. Есть хуже. Есть хуже. Ну, примерно одна или две комбинации. Против ваших 5-3, пятерка бубновая, тройка пик. Я там думал, у меня меньше 5%. Нет, ну меньше 5% не бывает. А у вас 35% при флопе. Это на флопе при флопе? До флопа. А, до флопа. Да. Если мы положим флоп, ну у меня был... На флопе у вас должен был вырасти основательный причем. Нет, ну он при меня как бы там валет Дэд Стрит. Ну да. Даму 10, я думаю, что там выигрывает. Король Треф, девятка бубновая. У вас нет 80 точно должен был быть. И семерка пик. У меня еще ранее ранее флеш там какой-нибудь. Нет, там все... 79. О, меньше. А у меня, соответственно, 21. 21, да. Многовато, я думаю, меньше. Вот. И еще могу сказать, что мы можем еще, знаете, какой провести анализ? Здесь мы все это позакрываем. Вот. И 5-3 мы просто уберем. И мы поставим мои Даму 10 против, ну, какой-то случайной руки. У меня будет 57% против некой случайной руки. А теперь поставим вместо Дамы 10 ваши 5-3. И против той же случайной руки у вас 36%. То есть вы, как бы, заведомо хуже входили в банк. Вам еще повезло, что у меня ни парочка, там, ни тускороль, что я ваши 70 не превратил в 350. И на таком флопе не поставил вам 700. Ну, то есть вам надо играть за весь стек. Ну, на вот этом мусоре без единого совпадения. Непонятно зачем. Вот. Получилось хорошо, еще и блеф не прошел. То, что вы вскрылись, вообще невероятно. Нет, тема блеф. Странно, если бы учитель сегодня не рассказал про блеф на своем примере. Вы забегаете вперед, поэтому с темой нашего следующего урока будет блеф. А с темой этого урока была отложенная жизнь. Непонятно. Мы просто забыли уроки какие. Я вас поздравляю, забирайте эти деньги ваши. Виталии просто предыдущие уроки с Катей не видел. Тогда бы он так ознакомился хорошо с темой блеф. Катя, расскажите ей по-английски, как вы разыграли блестящую эту руку. Катя, расскажите ей по-английски, как вы разыграли блестящие урока. Катя, расскажите ей по-английски, как вы разыграли блестящие урока. Катя, расскажите ей по-английски, как вы разыграли блестящие урока.